спасибо но всякие опросы вот например ответ на вопрос эволюционировал человек из ранее считававших видов или верно ли что человек и опизиана произошли от одного предка у меня к сожалению опросы будут про россию но я подозреваю что все государства бывшего советского союза может быть кроме прибалтики примерно одинаковые ответы будут давать кстати было бы интересно посмотреть ну вот вот мы где-то вот здесь между соединенными штатами и турции на самом деле очень забавное место вот это латвия да нет но латвия и литва да нет в общем все то же самое на самом деле довольно забавно потому что сначала идут северные страны но франция понятно значит они известные вольнодумцы очень забавная япония потом южная европа потом восточная европа ну а потом вот то что осталось это результаты того же опроса согласны что человек произошел от животных а это результат значит пиза это стандартная оценка школьного образования по разным предметам по стандартному тесту разных стран очень хороший значит диагональный тренд да то есть такая практически линейная регрессия россия outlier а то есть вот с точки зрения математики в россии гораздо лучше чем положено если судить по тому как относится к эволюции это тоже такой же опрос верите ли вы в эволюцию это по вертикальной оси а по горизонтальной оси воловой национальный продукт на душу населения тут россии нету можно догадаться что она где-то рядом с турцией будет зато замечательный другой замечательный отлайер сша да вот если россия глупее с биологической точки зрения чем можно было бы судить по математическим успехам школьников то соединенные штаты глупее чем можно было бы ожидать явно выпадают из тренда значит и чем можно было бы ожидать исходя из экономического положения а дальше такой тренд тоже довольно хороший вот где-то на 80 процентах уходит в насыщение то есть по-видимому последние пять процентов последние 20 процентов населения безнадежно в любой стране даже в самый замечательный да это легенда про сильное неравенство соединенных штатах если посмотреть децильный коэффициент он в россии гораздо хуже соотношение соотношение доходов верхних десяти процентов нижних десяти процентов она действительно сильнее чем в европе но не запредельная ну россия вот здесь будет на службу вот нет ну это правильно действительно я там на самом деле не по но так я уже теперь от фонаря говорю там не по имущественному расслоению а чисто географическому там есть библейский пояс вот южные штаты вот основная беда там происходит вот это на самом деле опросы неправильные потому что вопросы в них заданы немножко бессмысленная потому что формулировка берите вы ли вы в эволюцию подразумевает обсуждение на уровне вот там я верю в аллах а ты веришь в эволюцию твоя вера против моей веры что мы вообще обсуждаем да любые веры хороши коварство этого вопроса неаккуратность этого вопроса в том что слово верите можно понимать двух разных смыслов первый нормальный религиозные так сказать вера что сверхъестественное откровение которое не постигается логикой но там догмата троица то есть кто-то пытается логических каких-то основ его сформулировать даже не то что осознать в общем будет довольно тяжело значит не постигается таким интеллектуальным опытом а чисто эмоциональным вот это там один смысл слова вера когда у какого-то естественно научного ученого спрашивают верите ли в теорию относительности не имеется ввиду что ему ночью явился значит энштейн в чудесном ореоле значит золотистом пролил слезу и вот у него значит он уверовал в теорию относительности подразумевает другое что человек понял что имеется в виду смотрел какими экспериментальными фактами это подтверждается посмотрел как еще это можно было бы проверить и подумал так сказать если это не проверяли то почему если проверяли то поискал как проверяли и вот вся эта интеллектуальная деятельность заворачивается в слово да я верю в теорию относительности но это совершенно другой интеллектуальный и эмоциональный опыт их вообще говоря не надо сравнивать вот вот слово вера в этом вопросе коварное потому что она два разных смысла имеет второе коварство слове теория я не случайно в качестве примера только что привел теорию относительности потому что стандартная вот когда беседуешь с какими-нибудь сильно продвинутыми коллегами то нарываешься на сказать надо ну так вот такой весь победоносный говорит ну а же теория теория это вот это что предположили это то что не проверено вот когда вы докажете тогда приходите а пока у вас теория что мы обсуждаем одни думают так другие думают и теории эволюции опять таки это немножко ложная этикетка потому что в общем к теории эволюции нет есть там область науки эволюционная биология какими-то своими способами наказательства и даже не то что своими они в общем такие же как вообще остальной биологии с нормальными для естественных наук методами логического и экспериментального вывода и слова теория это такая историческая этикетка которая с тех пор чего я неправильно делаю нет если мне надо где не ходить в другом месте а вы с камерой да ну я буду стараться ходить где-то вот здесь просто чтобы не загораживать но вы мне можете пентаграмму здесь нарисовать я не буду за нее выходить хорошо вот точно так же как теория относительности ведь это тоже вот исторически сложившаяся этикетка уже никакой теории давно нет есть нормальная составная часть нормальной современной науки ну и конец про дарвина очень любят тоже говорить журналисты очень любят значит пристать его дарвин он же наверное все таки где-то был неправ вот скажите где дарвин был неправ и в этот момент надо посылать далеко и твердым голосом потому что опять-таки это дурная постановка вопроса дарвин потрясающий там безумно умный человек я происхождение видов на поскольку я не белок по образованию то я происхождение видов прочитал уже очень зрелом возрасте уже сам там много лет этим занимаясь и это было потрясающее чтение потому что видно было как много можно было сообразить на очень маленьком объеме экспериментальных на самом деле наблюдений даже не экспериментальных а таких ну зоологических скорее но с другой стороны я не знаю каких-то вещей он предположить не мог потому что не знал да то сказать я не буду сейчас подробно это разбирать это не моя тема но там кошмар дженкина с которым дарвина было очень далеко если бы он знал про генетику этот момент это бы проблем не существовало какие-то вещи он там переоценивал роль такого движущего отбора от накопления хороших признаков мы теперь понимаем что эта вещь скорее редкая чем часто да он ничего не знал про нейтральную эволюцию это вообще придумали 70-е годы вот сейчас недавно что большинство изменений которые мы наблюдаем в геноме они нейтральны они вообще ни на что не влияют это ему в голову не приходило что может быть изменение незначимое он не видел ну понятно если они незначимые то он их не видел на уровне внешних проявлений а доступа к последовательности у него не было еще надо было 150 лет прожить для этого и это все ерунда ясно что за 150 лет очень много чего изменилось и слава богу но вот базовые вещи дарвинистские во-первых понятно полезно понимать что дарвинизм не первая эволюционная теория не единственная там было много разных вариантов да про то что виды происходят меняются они превращаются в другие виды про это до дарвина писали ламарк тот же самый основная заслуга дарвина которая осталась вот абсолютно железный замечательные редкостной красоты и это идея о том что движущим фактором эволюции является естественный отбор что есть поток случайных изменений и борьба за существование которая отбирает те особи у которых эти изменения не вредные а еще лучше полезные и вот эта вещь осталась замечательно не тронута я потом буду показывать примеры как это работает вот так очень практических ситуациях поэтому вот тоже прикапываться к тому что там что у дарвина правильно что неправильно вот еще начинает этим заниматься это означает что с этим человеком не надо разговаривать потому что он замышляет нехорошее так спокойно левая убьет ага да кошмар дженкина эта история про то что признаки размываются что если у кого-то появился хороший признак то потомка будет половина этого признака у внука будет четверть этого признака и нечему закрепляться теперь мы понимаем что наследование не значительной степени дискретно но есть признаки зависящие от многих генов поэтому кажется что они непрерывны на самом деле они тоже глубине души дискретные и вот это вот удивить значит очень печальная на самом деле история потому что современником дарвина был мендель который придумал генетику и значит вот здесь эти самые чудесные три закона менделя про то что законы не так существенно существенно то что гены которые определяют признаки дискретные и абсолютно уверен что дарвин бы оценил эту идею если бы он про нее знал есть такая чудесная городская легенда про то что у дарвина в бумагах после его смерти нашли не распечатанное письмо от менделя это неправда по двум причинам первая неважная причина состоит в том что таки не нашли более честное состоит в том что психологически было невозможно потому что про дарвина этот продукт если что вот потому что про дарвина известно что он очень внимательно относился ко всей корреспонденции все письма распечатывал отвечал на этого не сказать этого 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 не может быть потому что этого не может быть никогда а а теоретически мог бы проблема в том что мендель свои труды доложил обществу естественной истории в богемии и опубликовал в трудах этого общества на немецком по-видимому языке и и тоже дарвин бы прочитал или нашел бы кого-нибудь кто бы ему это прочиталось бы он вообще знал про то что такое существует вот если есть там коллеги которые публикуются то это на самом деле очень поучительная история публика публикуйтесь в тех местах к черту патриотизм публикуйтесь в тех изданиях где вас прочитают если вы действительно сделали что-то замечательное потому что иначе будет очень обидно про мендели немедленно на полвека забыли а потом наступил 20 век переоткрыли генетику потом поняли что носитель генетической информации это молекула днк там были очень красивые классические опыты потом придумали синтетическую теорию эволюции то есть на самом деле классики генетики они дарвинизму относились довольно плохо они считали что это такое набор таких философских баек которые задним числом объясняют то что и так очевидно и довольно сурово по этому поводу высказывались потом оказалось что генетика очень хорошо объединяется вот с дарвинистскими представлениями там естественном отборе что естественно отбор очень хорошо формулировать в таких нормальных кодово генетических терминах тут же появилась и этого не выписал нейтральная теория ну как часть теории эволюции что значит история про то чтобы подавляющее большинство изменений на самом деле нейтральные и фиксируются просто за счет случайного дрейфа за случайных изменений частот вариантов ну и дальше понеслась значит Уотсон с Криком определили структуру ДНК потом расшифровали генетический код то есть соответствие между нуклеотидными последовательностями и аминокислотными последовательностями в белке это вообще вот история открытия генетического кода она замечательно романтическая и по видим в истории науки чуть ли не единственный пример когда люди работавшие в разных группах а занимались одной и той же задачей при этом не конкурировали они придумывали разные методы и немедленно ими делились вот если почитать письма и статьи этого времени это конец пятидесятых начало шестидесятых только очень фантастический такой научный коммунизм вот ну в смысле в том смысле как меня учили на пятом курсе а вот когда это люди там свободно делились идеями потому что у них была общая задача и никто не думал о том чтобы быть первым в этом месте со структурой ДНК был не так со структурой ДНК там были страшные кровавые терки а с установлением генетического кода вот это очень красивая история действительно если у кого-то будет депрессия читаете эти статьи это излечивает потом началась молекулярная биология то есть занятие биологии не на уровне наблюдения в электронный микроскоп или там выращивание каких-то колоний бактерий а на уровне молекул да то есть там чуть выше биохимии но это просто что мне нравится молекулярная филогенетика что можно по последовательностям определять кто кому родственник просто по родству последовательности да вот если у двух живых существ какой-нибудь белок очень похож то наверное эти живые существа близкие родственники эта идея на самом деле первая статья про это это по моему 65-ый год это цикеркандли полинг а идея и какое-то случайное замечание в статье не про то что можно смотри что на самом деле можно было бы смотреть на последовательности белков как на исторические документы и сопоставляя их определяет родство вообще очень долго сейчас уже не так а там еще лет 15 назад было так что все красивые идеи которые молекулярной биологии были если аккуратно посмотреть находились каких-нибудь письмах крика или там статьях в качестве замечаний он был фантастически тоже умный человек и очень много всего придумал и предвосхитил да вот он был замечательный администратор как последствия выяснилось а крик был шин блестящий человеку с точки того как у него думал как работала но и просто я люблю там много всяких красивых вещей в молекулярной филогенетике вышло потом научились в конце семидесятых научились определять последовательности днк то есть определение нуклеотидной последовательности перестала быть научным подвигом а стало более менее рутинным экспериментом но сейчас это вообще даже не эксперимент час от чисто ну там стоит лаборант нажимает кнопку да сейчас это такое промышленное производство этих последовательностей там тонкая вещь понять какие последовательности надо секвенировать а сама техническая вещь там есть появились полные геномы сначала бактерии а потом и всяких больших живых существ, появилась идея EVO DEV, Evolution Development, и это как раз то, за чем надо следить прямо сейчас, потому что вот экспериментальные средства для того, чтобы этим серьезно заниматься, они только-только появляются. Эта идея вот о чем, что если мы хотим смотреть различия в современных живых существах, то надо смотреть на то, как у них работают гены в раннем развитии, что мы отличаемся от мышки не потому, что у нас гены разные, они на самом деле по большому счету одинаковые, а вот шимпанзе просто одинаковые, а надо смотреть как и когда они включаются и выключаются. И мой любимый пример из этого это был такой человек Билл Дэвидсон, я не знаю, сейчас Билл, Эрик Дэвидсон в посадине в Калтехе, который делал следующее, он очень долго изучал раннее развитие морского ежа и смотрел какие гены включают какие другие гены. Вот рисовал эту сеть развития морского ежа, вот как гены включают, как работа одних генов зависит от других генов, и еще по времени это. Рисовал такие чудесные схемы, похожие на схемы телевизора старого, вот с стрелочками какими-то там вот этими конденсаторами, вот очень похоже на радиотехнические схемы было. А потом смог ответить на следующий вопрос, почему у морского ежа есть внешний скелет, а у морской звезды, которой его родственник, внешнего скелета нету. И она двигается, она там может щупальцами шевелить. И ответ очень простой оказался и очень красивый. Значит там есть модуль, вот в этой большой регуляторной сети есть модуль, который определяет развитие основания иголочек. Вот если кто-то видел морскую звезду, значит у нее есть такие маленькие иголочки. Это те самые иголочки, которые морского ежа тоже иголки. И каждая из них крепится на основании. Я сейчас боюсь сообразить это кальцит или апатит. В общем какое такое минерализованное основание. Боюсь наврать, не помню что. Неважно. Ну просто чтобы вот этой иголочке было на чем держаться. Не на мягкой ткани, а на каком-то фундаменте. И эти иголочки они закладываются вместе с основаниями, они закладываются где-то в раннем развитии, ну более точнее в раннем развитии, а тогда когда личинка превращается в морскую звезду взрослую. А морского звезда все то же самое. Только вот этот модуль, который регулирует развитие этой площадочки, он работает немножко дольше. Площадка становится больше, сливается с соседними площадками. Вот вы получили внешний скелет. Все, конец истории. Вот. И это такой немножко игрушечный пример. Я еще приврал, там на самом деле, конечно, посложнее. Но это показывает в каком направлении можно про это думать. И сейчас вот люди начинают этим заниматься. Сейчас, например, научились определять как работают гены в индивидуальных клетках. То есть вы можете посмотреть как работают, вот как меняются клетки, индивидуальные, там когда их сначала одна, потом две, потом четыре, и они все еще одинаковые, потом их восемь, они все еще одинаковые, их штаций, они все еще одинаковые, потом ба-бах, после следующего деления они уже начинают дифференцироваться. Вот что случилось. Чтобы это проследить, там пять лет назад это было сделать невозможно, потому что вам нужна была целая популяция клеток, чтобы посмотреть как работают гены. Вы могли только целого эмбриона из стола ступки посмотреть, и это было бы среднее по эмбриону. А вы хотите смотреть как индивидуальные клетки расходятся, их судьбы, в самом начале. И вот сейчас это люди научились делать, поэтому сейчас это как раз та область, за которой просто интересно очень наблюдать. Там красивые вещи уже появляются и будут появляться очень много. Вот, так что это на самом деле не десятые, я напрасно написал, что это 20 веке, это был, так сказать, слоган, это вот было, вот ребята, надо всем туда думать. И ничего кроме думать не было невозможно, потому что не было для этого экспериментальных данных. А вот сейчас этим можно уже не думать, а смотреть руками. Что там увидели? Такая краткая сводка, значит, с полей. У людей одно отличие на тысячу нуклеотидов, то есть вот мы друг от друга отличаемся в трех миллионах букв. Все у нас три миллиарда геномов, значит, вот у каждого из нас, взять любую пару более точно, там будет три миллиона различий. У шимпанзе один на сто. Значит, на всякий случай один на сто это такое же различие между двумя экземплярами мухи дрозофила меланогастр. Так что с точки зрения дрозофила мы с шимпанзе, так сказать, просто вот совершенно одно и то же. И это не рекорд, потому что есть чудесный грипп шизофилум, шизофилум коммуния. У него отличие между индивидуальными особи 1 на 10 примерно. То есть 10 процентов генома разные. И как такое может быть, что он не понятен? А это все равно один вид. Они все равно свободно скрещиваются, эти экземпляры. Вот если случайно в зале попались биологи, то задумайтесь над этим ужасным примером. Он действительно страшный. Вот. У человека и шимпанзе половина белков полностью идентичны. А вторая половина отличается там максимум на одну-две аминокислоты. То есть ясно, что все отличия не в том, какие белки, а в том, как они работают. У человека и мыши общих белков примерно 80%. Они уже не идентичны, но они происходят от общего предка. С кишечной палочкой у нас 30% общих генов, чтобы не зазнаваться. Ну там отдельная вещь, что такой общий белок, это такая тяжелая техническая и содержательная проблема. Бог с ним, я уже про это не буду говорить. В общем, у меня сейчас будет сюжет такой немножко занудный, но поучительный. Про то, про параллели между тем, что мы понимаем про эволюцию, ну там на уровне анатомии и физиологии, то есть вещей, которые можно непосредственно глазом, ну блин, таких классических эволюционных примеров, и тем, что мы видим в последовательностях. Ну первая вещь. У меня куча чужих слайдов. Значит, это такой, значит, полимпсез на самом деле этот доклад. Значит, единственное, что меня оправдывает, что все эти слайды взяты с разрешения хозяев, и тут написано справа внизу, значит, это вот Алексей Семенович Кондрашов, такой замечательный эволюционист. Это просто из его курса эволюции, который мне так понравился, что я его выпросил, и там заметную часть этого использовал, потому что очень красиво. Значит, приспособленность не является доказательством эволюции. То, что акула похожа на кита и на ихтиозавра, в этом ничего удивительного нет. Если вы крупный зверь и хотите быстро плавать в воде, то у вас будет такая форма тела, вам деваться некуда. Иначе не бывает. Ну, подводная лодка еще на них похожа. А соты. Если вы хотите заполнить пространство и максимально сэкономить материал, то у вас будет гексагональная сетка. Опять, деваться некуда. Это геометрия. И соты у разных перепончатокрылых возникали независимые, они у всех шестиугольные. Никакого чуда нет. Если бы был верховный генный инженер, то он перепончатокрылых делал бы ровно так. Потому что, а как еще? Ну, ясно, что надо воск экономить. Или там картон, если это оса. Ясно, что материал надо экономить. Если у вас будут квадратные ячейки, то вы больше потратите на тот же объем. Ну, давайте мы их сделаем гексагональными. А если вы хотите быстро плавать в воде, то вы будете заглаживать все выступающие части, делать там большие ласты, делать большой хвост, которым можно болтать, который, собственно, основной движитель. Никак иначе. А вот что является хорошим доказательством, это всякая ерунда. Ну, вот пещерная рыбка. У нее глазок нету, потому что ей там смотреть не на что, там темно. Но при этом они были, и мы видим, анатомически мы видим, значит, какие-то остаточные структуры вот этих самых глаз. У малька там эти глаза гораздо лучше видны. Они потом деградируют обратно. И вот с точки зрения верховного генного инженера никакого смысла, значит, делать какую-то остаточную структуру на этом месте нет. У нее нет никакой реальной функции. Значит, она там осталась, потому что она была у зрячего предка. Ну, замечательно, сиквенсы, последовательности. Значит, это ген. Тут только собрались все линии в одну точку. Это очень плохо. Полосочки, это какие-то с шрифтом, какие-то фокусы. Значит, полосочки должны были быть напротив одинаковых букв, а пробелы напротив различных букв. То есть, вот эта вот линия полосок, она должна быть растянута во всю длину и просто показывать, где буквы одинаковые, где разные. С фокусом с шрифтами, прошу прощения. А, значит, что это за ген? Сверху этот ген, так. Да, сверху это ген коровы, а снизу этот ген человека. Значит, ген написано, что это? Л-гулона, гамма-лактона, оксидаза. Это фермент, который нужен, чтобы делать аскорбиновую кислоту, витамин С. И он у всех млекопитающих есть, кроме приматов и морских свинок. Про морских свинок ничего не знаю. У приматов понятно, почему он исчез. Потому что приматы до человека питались фруктами и листьями, в которых витамина С много. И собственный синтез витамина С в этой ситуации не нужен. То есть у вас есть ген, который не нужен. Отбор его не замечает. Потому что, опять-таки, витамина С в пищу поступает сколько угодно. Если в этом гене происходит случайная мутация, с точки зрения отбора не случилось ничего. Значит, по случайным причинам, я говорил, что есть нейтральный дрейф, то есть есть нейтральные мутации, которые ни на что не влияют и закрепляются просто по случайным причинам. В геноме вот у предка приматов такое случилось. А дальше какие-то взбесившиеся хомо сапиенсы пошли на север, где никаких фруктов нет. И началась цинга. Мы не можем синтезировать собственный витамин С. Значит, если нас, не дай бог, посадят в лагеря, то нам будет очень хреново. И будут плохо кормить там, значит, нам будет очень хреново. Собственно, в ГУЛАГе люди массово оцинги мёрли. Или там какие-нибудь, не знаю, морские путешественники, если кто-то не любит про ГУЛАГ думать. Внезапно стало фактором отбора. То есть это явно дефектная история. Более того, это вредная история. Но она в нашем геноме закрепилась. И это прямая аналогия с этими самыми глазками этой ничь. Да, ген при этом остался. В геноме его видно. Он просто порченный. Неоптимальный дизайн. Опять-таки, с точки зрения верховного генового инженера, если вы хотите сделать рыбу, которая живёт в придонных, значит, плавает над дном, то вы делаете ската. Он очень потрясающий. Помимо того, что он очень красивый, он очень страшно эффективный. Да, он плавает, там всё видят, значит, страшный хищник. Там ложится на дно его незаметно, выставляет шип, на него наступают, помирают. Ну, в общем, совершенно полное совершенство. И вот это несчастная комбала. Да, такое несчастное, перекошенное, живое... У него малёк нормальный, симметричный. А потом он взрослеет, и... И вот. И комбалу очень любили, значит, комбалой тыкать в морду эволюционистам, прям как у Чехова, да, вот ей на морду и мне в харю. Значит, только не селёдкой, а комбалой. Потому что, говорили, ну, очень хорошо, вот вы эволюционисты, говорите, что была раньше нормальная рыба, двусторонняя, значит, один глаз с одной стороны, другой глаз с другой стороны. А потом она стала валяться на дне, и у неё глаз приехал. Из какого глузда она стала валяться на дне? Зачем ей глаз, который смотрит в землю? Что ещё можно себе представить, зачем нужны вот эти вот два глаза наверху, на щеке оба? Иротик такой чудесный. Ну, вот как это могло произойти, вот как такое чудо могло произойти из нормальной двусторонней рыбы? Что промежуточное, в чём основная проблема естественного отбора и эволюции вот в таком древнийском понимании? Что каждый, вот когда у вас есть первоначальное состояние и конечное состояние, то каждый промежуточный должен быть чуть лучше, чем тот, который был перед ним. Потому что иначе отбор его не удержит. Вы не можете локально ухудшаться. То есть у вас есть яма в приспособленности, то вы не можете через неё перепрыгнуть. Вы должны шагами спуститься, а потом подняться. А спуститься вам, естественно, отбор не позволит. Если он действует. И очень любили комбалу всякие креционисты, пока палеонтологи не раскопали такие эти промежуточные стадии. Их просто не предъявили живьём. Ну, не живьём в смысле, а кости. Вот они, эти кости. История вот как. Вот оно, это дерево. Вот оно растёт снизу вверх. Это общий предок. Вот это вот современный родственник комбалы, такой нормальный двусторонний. И это современная комбала. И это ещё одна современная. Сейчас, нет, вру. Да, нет, это тоже современная комбала. И это современная. И это вот этот перекошенный. Значит, у него один глаз где был, а второй глаз у него уехал, переехал через, значит, затылок. И, значит, переехал на другую сторону. Я уже даже не очень могу понять, это вид с какой стороны на неё. То есть, это вид спереди, это понятно, а это откуда-то. Значит, этот парень чудесный, тоже живой, он устроен так. У него один глаз где был, а второй глаз строго на затылке. Да, то есть, ну вот он вот туда куда-то смотрит. А вот этот чудесный, у него вот этот глаз таки смотрел в песок. Да, вот он когда лежит на этом боку, да, тут дно вот здесь, оно вертикальное. Он когда лежит на этом боку, то этот глаз у него смотрит вниз. Как такое, опять, задним числом понятно, на самом деле, почему это могло бы быть полезно. Потому что он же не всё время лежал на дне. Он там плавал. А если вы плаваете на небольшой поверхности и хотите кого-то углядеть, чтобы его съесть с этой поверхности, то очень полезен глаз, который смотрит не наверх, наверх нужен глаз, который хищника, значит, замечает. А глаз, которым вы ищете добычу, он как раз и должен смотреть вдоль дна, потому что жизненный опыт подсказывает, что если вы что-то уронили мелкое на пол и хотите это найти, то на это надо смотреть не сверху, вот так. А надо встать на четвереньки и смотреть вдоль пола. Тогда шанс гораздо больше. Вот. Но в любом случае, значит, вот эта вот промежуточная стадия, вот этот вот прыжок между двусторонней рыбой и перекоченной рыбой, такой, казалось бы, внешне бессмысленный, он просто был предъявлен палеонтологами. Но в любом случае, это дизайн такой... Эволюция оперирует с тем, что есть. Она не создает заново. Она, значит, берет вот те детали, которые там, механизмы, которые уже существуют, и если изменились условия, она их приспосабливает под новую ситуацию. Вот в этом отличие эволюции от любой теории разумного замысла в той или иной форме. Что нет никакого замысла, вы не можете ничего сконструировать с самого начала. И это на самом деле не оптимальный дизайн, который сыграл очень большую роль в истории, потому что эта история вот о чем. Значит, это фактор комплимента восьмой. Это белок, мутации в котором вызывают гемофилию. Ну, один из вариантов гемофилии. Гемофилия – это несвертываемость крови. Это болезнь, которая была у несчастного, значит, наследника, царевича Алексея Николаевича. У него несвертывалась кровь. Он был там единственным мальчиком семьи, он был, очевидно, последним ребенком. То есть династия должна была бы как-то, ну, если не закончится, то сильно поменяться. Там, раз Путин умел эту кровь заговаривать, что бы это ни означало. В общем, вот все эти ужасы в российской истории в значительной степени случились из-за неоптимального дизайна этого гена. Неоптимальный дизайн состоит в следующем. Тут есть повтор. Вот этот ген, и тут есть участок, повторяющийся. Вот этот и вот этот. А дальше есть такой механизм. Да, в гемофилии вещь очень плохая. Мутации, которые вызывают гемофилию, они вымываются отбором очень быстро. Но эти люди либо не доживают до потомства, либо его не оставляют. И поэтому любая, значит, практически любая вот эта вот гемофилия, она или появилась у конкретного носителя, или у какого-то его очень близкого предка. Но вот в случае Алексея, это из Ганаверской династии, если я правильно понимаю, пришло. Я боюсь сейчас вот в исторической генетике наврать. Но, в общем, эти мутации все молодые. Они всякий раз возникают заново. Потому что их отбор очень быстро вымывает. А возникают они часто. Вот почему. Потому что этот повтор, значит, вот если ДНК, значит, что-то может случиться, что по этому повтору произойдет рекомбинация. Значит, эта молекула изогнется так, что две копии этого повтора окажутся рядом. А тогда есть естественные клеточные механизмы, которые по повторам ДНК умеют разрезать и вот так переклеить. По повторяющимся последовательностям. Чтобы такое произошло, должен быть достаточно протяженный повтор. Должна быть достаточно протяженная, идентичная последовательность. А если такое случилось, то у вас вместо гена получается полная ерунда. Ну, представьте себе, что вы в книжке какую-то тетрадку вынули, перевернули и вклеили, вот, обратно, значит, задом наперед, да еще сверху вниз перевернувши. И все. Значит, этого белка нету, соответственно, вот вы имеете гемофилию. Она всякий раз возникает заново, да? То есть, с точки зрения оптимального дизайна, этого повтора просто не нужно. Он ни зачем не нужен. Никакой разумной функции у него нет. Ну, ДНК вообще много в геноме, у многоклеточных существ, у них вообще и у одноклеточных, у эукариот, у них вообще много всякой бессмысленной дряни в ДНК. Ну, это такой пример дряни не просто бессмысленный, а вредный. Значит, если делать по уму, то просто надо одну из вот этих повтора элиминировать, и все, и никакой гемофилии не будет в популяции. Наоборот. Да, вот я говорил, что структура оперирует с тем, что у нее уже есть. Например, если вы хотите приделать крылья летучей мыши, то вы делаете так, вы берете кисть, растягиваете пальцы и заводите между ними перепонки. Вот это вот крыло летучей мыши, это его схема, это вот пальчики, а это скелет. То есть вот это вот, вот оно. Но только еще с перепончиками. То есть вот обратная ситуация, ситуация с акулой, дельфином и ихтиозавром. Там у вас имеется сходство структуры, вызванное одинаковой функцией, а здесь совершенно невынужденная, здесь функция совершенно разная, а структуру можно проследить, что она одна и та же. Опять, если крыло заводить с самого начала, то с большой вероятностью его лучше было бы делать, вот чисто инженерно, наверное, его лучше было бы делать не так. Тоже опять шрифты поехали, прошу прощения. Значит, тут должны были быть аккуратно сверху черные буквы, а посередине вот эти синие, которые показывали бы сходство вот этого белка верхнего и нижнего. Ну, в общем, тут два очень похожих белка написанные. Значит, если бы не поехал, то это было бы совсем хорошо видно, прошу прощения опять. А история вот, значит, что это за белки? Один белок – это аргинисукцинат лиаза, это фермент, там, в... по-видимому, в цикле мочевины, если я правильно понимаю, он такой нормальный фермент, это, там, превращает одно вещество в другое. А второй белок – это кристаллин, это белок глаза, белок хрусталика. Совершенно другой функции. А по последовательности они почти что идентичны, то есть ясно, что это изначально было одно и то же. И тоже понятно, как это получилось. Значит, что нужно, чтобы... Значит, там видно, на самом деле, там эволюция глаза прослежена очень хорошо, как он постепенно усложнялся, причем он независимо усложнялся, у позвоночных, у осьминогов, там, разные стороны, но при этом одни похожие гены регуляторные там работали. Это такая довольно хорошо разобранная история. И, значит, в какой-то момент, ну, там были какие-то светочувствительные ямки сначала, потом какие-то чуть более сложные светочувствительные ямки, потом вот появились первые хрусталики. Да, это вот линза, которая фокусирует лучи на светочувствительном слое. И что вам нужно, чтобы сделать хрусталик? Значит, вам нужен белок, который легко кристаллизуется, и кристалл которого прозрачен. Какая у него при этом была другая функция, совершенно не важно. Вы этот белок любите не за то, что он был хороший аргинино-сукцинат-лиазой, а за то, что он образует прозрачный упругий кристалл. Да, упругий тоже хорошо, когда вы хотите регулировать натяжение мышц, хотите регулировать кривизну хрусталика, чтобы фокусироваться на близких и далеких предметах. Уметь. И я в этом году своих студентов, значит, заставил собрать коллекцию кристаллинов. Просто я им в качестве домашнего задания дал найти примеры там красивых кристаллинов, которые рекрутированы из разных ферментов. Значит, у меня теперь где-то полторы дюжины, наверное, этих белков. Вот. Значит, я хочу обзор какой-нибудь про это написать, потому что очень прикольно. Они, некоторые из них, даже сохранили остаточную ферментативную активность. То есть, если его выделить, вот если из хрусталика его выделить, то он еще немножко свою реакцию будет катализировать. Но сейчас он делает совсем другое. То есть, был исходный белок, он дуплицировался, одна копия осталась. Ну, то есть, не белок дуплицировался, а ген белка дуплицировался. То есть, теперь в геноме два таких гена. Один остался кодировать аргинино-сукцинат-лиазу, а второй постепенно теряет ферментативную функцию, потому что она больше не нужна. Но вот приобрел новую функцию в кристаллине. Вот это случается раз за разом. Очень похожая история, на самом деле, на кисть. Да, у вас есть структура готовая. Она раньше делала совсем не то, а вы ее приспособили под новую функцию. Вот мой дед по материнской линии, вот не знаю, Моисеевич, а Дмитрий Федорович, значит, он на даче очень любил какие-нибудь тележки монтировать из старых велосипедов, вот что-нибудь вот такое. Вот это вот ровно то самое. Вот мы берем велосипед, немножечко его переформатируем, теперь руль стал рамой этой тележки, но колеса остались колесами, а какое-нибудь колесо используется тоже, как элемент рамы. В общем, вот из тех же самых деталей. Невынужденное сходство. Ну, это тоже простая вещь, что у вас вдруг оказываются похожи какие-то участки генома, которые вообще уже никакой функции не имеют. Это вот в данном случае это псевдогены, значит, это были гены, которые кодировали актин, они попорченные, они не работают, у человека и шимпанзе они есть, при этом они практически идентичны, 99%. Вот ровно один процент, который отвечает человек от шимпанзе. Они ничего не делают, их сходство невозможно объяснить функции, потому что у них функции нет. И единственным объяснением является их происхождение от общего предка. Если два гена в геноме, один в геноме шимпанзе, другой в геноме человека происходит от общего предка, но деваться некуда, они происходят от общего предка человека и шимпанзе уже на организменном уровне. Вот, это такие, на самом деле, то, что я сейчас рассказываю, это значительной степени вещи из учебника, а именно из того учебника, который Леша Кондрашов пишет. Он, когда его напишет, это будет очень хороший учебник, потому что в такой форме я не видел, чтобы это рассказывали. Задним числом это все банально. Ну, там примеры красивые, может быть. Но как такую аккуратную, так сказать, вот систему хороших соображений, действительно, там в школе этого не преподают, а на самом деле очень зря, потому что это красивая вещь, которая легко рассказывает и приятна. И это такие исторические картинки, это страничка из записной книжки Дарвина. Это, по-видимому, такое первое дерево, которое он нарисовал. Опять, это не было первое дерево вообще, люди деревья рисовали до этого. Ну, эволюционные деревья. Значит, Дарвин, по-видимому, был первым человеком, который этим деревьям придал именно эволюционный смысл. Он сказал, что это не просто удобный способ отображать, кто на кого похож, а это отражает такую настоящую реальную генеалогию. А это дерево из книжки «Происхождение видов». И это, с точки зрения «Алиса в стране чудес» была бы очень скучная книжка, потому что это в толстой книжке единственная картинка. Диалогов там нет уж совсем, вот, а картинка там ровно одна. Да, ну, кому нужна книжка, если в ней нет ни рисунков, ни диалогов. Вот. И вот это вот, значит, дерево Дарвина. Это еще один неправильно формулированный вопрос. Это вот про то, что человек, верите ли вы, что человек произошел от обезьяны. Тут куча всякого. Если человек произошел от обезьяны, то почему все обезьяны не превратились в людей? Почему остались обезьяны? Или, например, почему нынешние шимпанзе не превращаются в людей со страшной скоростью, если вы говорите, что человеку правильно происходить от обезьян? Тут куча всякой такой начинается словесной эквилибристики. Значит, точный смысл этого утверждения следующий, что не то, что человек произошел там от современного шимпанзе, а то, что у человека и шимпанзе, а еще чуть глубже у горилла, а еще чуть глубже у орангутана, а еще чуть глубже у остальных обезьян, а еще чуть глубже у остальных приматов, а еще чуть глубже у всех млекопитающих, а еще чуть глубже у всех позвоночных, а еще чуть глубже, у всех метазои, а еще чуть глубже у всего живого, был общий предок. И если не залезать вот так глубоко, а остановиться на уровне человека и шимпанзе, то значит вот этот предок был, это как бы постулируется этим утверждением. А второе, что постулируется, что с точки зрения обыденного языка, если бы удалось, значит, путем машины времени этого предка извлечь из состояния 7 миллионов лет назад, когда он жил, и посадить в аудиторию, то все бы сказали, что да, это обезьяна. Вот с точки зрения тех признаков, которые мы ассоциируем с обезьяной, это будет обезьяна. С точки зрения нашего лексического определения в словаре. И на самом деле это было очень глубокое соображение и очень нетривиальное. Теория эволюции у философов науки, такой вот дарвинистской теории эволюции, там с естественным отбором довольно долго была претензия, что это не научная теория, потому что она не делает проверяемых предсказаний. Да, что настоящая наука, это что такое? Когда мы предсказываем результат эксперимента, ставим эксперимент, и эксперимент может это предсказание либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот тогда это там по попперу настоящая крутая наука. А все эти эволюционные построения, это какие-то такие попытки задним числом что-то такое рассказать, про то, что вы уже и так знаете. И это типа не круто. Ну, отдельный вопрос, что с этой точки зрения какая-нибудь тектоническая теория плит в геологии или какая-нибудь астрофизика науками не являются, потому что мне трудно себе представить эксперимент по передвижению тектонических плит, и еще труднее себе представить эксперимент по сжиганию черной дыры где-нибудь непосредственно в окрестностях, а главное, лучше не стоит пробовать. И вот с эволюцией, с эволюционной биологией в этом смысле все гораздо лучше, потому что утверждение про то, что человек произошел от обезьяны, это на самом деле пример проверяемого предсказания. Если его правильно формулирую. Предсказание состоит в том, что мы можем найти следы промежуточных стадий этого процесса. Дарвин это так не формулировал, потому что он жил на сто лет раньше поппера и не знал, что придет поппер и начнет его пинать. А это на самом деле очень глубокое высказывание, потому что смотрите, что было у Дарвина 150 лет назад примерно. И это миллионы лет назад геологические, а это объем черепной коробки. Значит, Дарвин знал человека, и Дарвин знал шимпанзе. Но там еще где-то горилла будет. Все, никаких окаменелостей в это время не было. И утверждение про то, что у этих двух живых существ где-то будет общий предок, это утверждение, сделанное на основе каких-то общетеоретических соображений, анатомических, психологических. У него есть чудесная статья про выражение эмоций у шимпанзе, у человеческого ребенка. Просто сопоставление вот этих картинок. И на самом деле это было прямое предсказание. Предсказание состояло в том, что вот это пространство должно заполниться. Опять, Дарвин это так не формулировал. Он писал, честно, более простых терминах. Ну а теперь давайте смотреть. Прошло 50 лет. Нашли неандертальца. И нашли остатки хомоэректус. Прошло еще 50 лет. Нашли гидельбергского человека. И нашли первых астралопитеков. Это на самом деле не предок человека, это боковая веточка. Потому что прошло... Иди сюда. Прошло еще 50 лет. И у нас какая-то хреновая туча родственников. Причем какие-то из них наши предки, а какие-то двоюродные. Вот эти, значит, робустусы и бойсеи, их раньше называли астралопитеки. А теперь их даже выделили в отдельный род, потому что это очевидная боковая ветка. Да, это такие астралопитеки с массивными челюстями, которые питались, продолжали питаться травой. А грацильные астралопитеки, которые наши предки, наоборот, с маленькими, они как-то в какой-то момент перешли на мясо, по-видимому, через падаль. Ну и, соответственно, челюсть стала меньше, там освободилось пространство для мозгов. В общем, стало все хорошо. И в результате промежуточных скелетов, промежуточных форм между предковой обезьяной, предок с шимпанзе, он где-то вот здесь, это 7 миллионов лет назад, я говорил. И современным человекам их, в общем, в коем-то смысле даже больше, чем надо. Там еще выясняется, что еще была куча боковых ответвлений, куча каких-то неудавшихся попыток создать человека. В этом смысле гораздо хуже проблема с шимпанзе. Вот если есть какие-нибудь, значит, православные иерархии у шимпанзе, то им гораздо легче креационизм внедрять в шимпанзиные массы, потому что промежуточных... Вот они могут сказать, что шимпанзе сотворен верховным генным инженером, потому что нет промежуточных... Вот какие-то есть какие-то люди тут болтаются, а промежуточных форм между шимпанзе и каким-то предполагаемым общим предком нас, шимпанзе, с какими-то людьми, вот их как раз нет. Тоже понятно, почему шимпанзе живут в тропиках, там не сохраняется ничего. Люди жили в Австроопитеке, потом Хомо первое жили в саваннах, в каких-то сухих местах, в пещерах. Вот этот чудесный Хомо Георгикус, это человек из Домониси в Грузии, это просто буквально последние лет 20, наверное, такая самая последняя кость. Поэтому в этом смысле гораздо проще быть патриархом и шимпанзе, потому что можно все это втирать, а вот на этой ветке как-то все очень мрачно. Да, я на всякий случай, я слайды оставлю, поэтому тонкие детали можно просто схватить. Я все равно не возражаю, когда вы записываете, фотографируете, это на здоровье, но просто имейте в виду, что это можно все взять готовое. Вот, это прямой, вот почему я люблю этот пример, потому что это пример прямого предсказания, которое оправдалось. В этом смысле такая хорошая научная теория, вот по всем там классическим попперовским критериям. Я потом еще буду всякие чудесные примеры показывать. Это современное дерево, есть такой чудесный сайт антропогенез.ру. Вот это вот наша генеалогия, да, вот мы вот здесь, вот это вот наш общий предок, вот здесь вот на самом деле наш общий предок с человекообразными обезьянами. Вот это линия шимпанзе, нет, вру, да, нет, правильно, это линия шимпанзе, вот они, а нет, вру все-таки, погодите. Так, понго, пигмеус, понго это орангутаны, да, а это линия шимпанзе горилл, она здесь вот где-то раздваивается. Вот это вот куча, оно там все время перестраивается по мелочам, это дерево, но общая картинка, она понятна. Это любимая моя цитата. Значит, у меня тут будет немножко, значит, весь этот бред на русском материале, в смысле российском, вот, но я подозреваю, что он общечеловеческий. Я не стал эти слайды вымарывать, потому что они уж больно поучительные. Значит, обращаю внимание, что это образовательное чтение. То есть это обсуждалось, что с образованием делать. И это любимая, это историческая, да, это опять, чтобы меня не привлекли за оскорбление чувств верующих, это американская карикатура, причем такого позапрошлого уже века, это какие-то 1800-е годы, значит, это вот американский учитель защищает несчастных американских детей от американских церковников, которые хотят этих детей обидеть. Еще раз, это все дело происходит в Америке, и очень давно. Сейчас все не так. Для протокола. Да. Штавр, товарищ майор, я все правильно сказал. Ну и дальше, да, вот и это на самом деле тоже поучительная цитата, смотрите, она затаскана по самое не могу, вот это вот, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции, это, во-первых, правильно. И, там, скажем, та деятельность, которую я повседневно занимаюсь, да, биоинформатика, там, попытка предсказывать какую-то биологию, глядя на последовательности, она вся на самом деле запаяна на эволюционные соображения, более или менее глубокие. Это вот мозаика в университете Нотр-Дам, где все это написано. Значит, это наш соотечественник, значит, американский генетик российского происхождения, он, кстати, был вполне практикующим православным, такое бывает. Я знаю очень хороших эволюционистов, которые вполне христиане. Значит, там отдельный вопрос, как у них это в голове укладывается, они умеют это хорошо объяснять. Вот, почитайте интервью с Егором Базыкиным на сайте «Правмир». Значит, Егор, действительно, очень потрясающий, очень глубокий эволюционист. Но при этом действительно такой практикующий православный. В этом смысле, ну, по-моему, это противоречие, но, во всяком случае, это не ужас-ужас. Опять, значит, где это было опубликовано, цитата? Это было опубликовано в журнале «Американский учитель биологии». Ну, вот, пещерная рыбка. Ну, это тоже российская картинка. Это годы, это количество школ, это количество церквей. Вот, заканчивается с 2013 годом, но, в общем, можно экстраполировать. Это чудесно. Это слайд имеет историческое значение, потому что я впервые эту лекцию делал как раз в 2014 году в Казани. Значит, потому что, вот, после того, как их мало, он до сих пор мэр Казани. Кстати, говорят, неплохой мэр. Значит, вот он сказанул, это тоже, опять, это городская конференция работников образования. Это не что-то. Значит, просто прямая цитата. Ну, вот это мне нравится. Вот я лично читал в научной литературе, я просто хочу посмотреть эту научную литературу, которую читал мэр Казани. Вот у меня... Там, если я когда-нибудь с ним увижусь, то я его прошу ссылочку. Вот. Вот это вот теория Дарвина все, вот это вот, то самое, с чего я начинал. И это замечательный кадр. Значит, должность написана, а это объясняет, с какого. Я думаю, что он специалист по перепою, потому что это реклама водки. Значит, если кто-то думает, что идиоты бывают только среди депутатов и чиновников, так нет. Владимир Евгеньевич Фортов, но это он сказал, правда, довольно давно, уже 20 лет назад. Тогда он был вице-президентом РАН, он потом был президентом РАН, а сейчас он бывший президент РАН. Ну, в общем, тоже цитата. Он, если что, он специалист по теплотехнике. И тоже, говорят, неплохой. О, опять дарвинизм, теории, вот незыблемые... Ну, в общем, вот-вот все, да? Ну, вот это как бы среда, которая нас окружает. Есть хорошие сайты. Значит, в принципе, есть совершенно чудесный сайт доказательства эволюции. Опять, среди этих авторов, ну, вот Алексей Меркуевич уже покойный, к сожалению, как минимум, Оскольский и Борисов тоже являются практикующими христианами. Опять, это... Я не обсуждаю их личное или там религиозное воззрение, я просто показываю, что это... Ну, не надо одно с другим смешивать. Вот, не надо говорить, что там эволюция, это преступление против не знаю чего. Вот. Значит, довольно поучительное. Тут, на самом деле, много всего интересного написано. Довольно поучительно почитать. Это я очень советую. И, на самом деле, если вы вот... Любого из них, они совершенно разные люди. Значит, Саша Соколов, он такой пропагандист, скорее. А Стас Дробышевский, он просто очень хороший антрополог. Если его еще вытянуть, то он привезет кучу слепков с черепов. То есть, это будет просто смешной восторг. Значит, есть сайт антропогенес.ру, там тоже куча всего чудесного, чтобы не было. Значит, есть элементы.ру, сейчас они у них, другой сейчас дизайн. Очень хороший сайт, там такие очень свежие новости публикуются. Вот просто то, что сейчас реально происходит, при этом довольно внятно и просто изложено. Тоже опять очень советую. И книжечки. Ну, есть классический Докинс, но это ладно. Это, так сказать, я думаю, что много кто читал. На самом деле, Докинс в этом смысле, он хороший, но он немножко такой слишком пропагандистский, на самом деле. Там многих людей это отталкивает, это зависит от темперамента. Здесь чудесная серия Маркова. Я в ней больше всего люблю первую книжку «Рождение сложности». Эту я еще не успел. Это тоже очень хорошее, но вот мне вот это больше всего нравится, она, по-моему, поглубже. Но они действительно все очень хороши. Есть вот этот самый Саша Соколов, Александр Соколов «Мифы об эволюции человека». Это совершенно чудесный кетч. Если посмотреть, то здесь сидит воин, это не очень хороший слайд, я не знаю, видно или нет. Значит, это воин в шкуре, ну, вот такой вот в накидке, верхом на динозавре. Книжка называется «Мифы об эволюции человека». Значит, это Гамбит, это ловушка. Значит, это Соколов делал совершенно сознательно. Это вот этот Соколов. Вот он такой, сейчас, нет, извини, не туда. Вот он вот такой и есть. Они сейчас делают серию «Наука против мифов» совершенно чудесную. Значит, потому что ловушка здесь вот в чем. Что эта книжка обычно лежит в книжных магазинах в разделе всякой эзотерики. Про Атлантиду. Ну, а дальше ничего не подозревающий человек ее покупает. Она очень простая, очень веселая, очень доступная. И все. Значит, одним адептом становится больше. Это просто хороший обзор такой. Ну, просто хорошая, разумная книжка. Вот эта книжка совершенно замечательная. Евгения Кунина. Она немножко тяжелая. Потому что это на самом деле хорошая научная монография, причем с очень глубокой заявкой. Заявкой фактически на новый эволюционный синтез. Она действительно потрясающе глубокая. Вообще, Женя Кунин потрясающий человек. Очень, очень сильный он такой вот эволюционист. Совершенно замечательный. Вот. Поэтому ее немножко может быть трудно читать. Просто потому что она очень большая концентрация мыслей в ней. Ее надо читать очень медленно. И там гуглить непонятные слова. В общем, это некоторая работа. Но она для того стоит. Вот. А это совершенно чудесное. Это я всем очень советую. Это тоже эволюционная книжка. Там куча рассказано всяких историй про разных зверюшек. Я для примера одну. Да, опять, в них имеется на самом деле там всегда... Я всегда в форме таких вот писем. Знаете, есть такой жанр в женских журналах. Там «Дорогой доктор Руфь». Там «Мой молодой человек, чего-нибудь, что мне делать?» И дальше на страничку доктор Руфь рассказывает, что делать с таким молодым человеком. Вот это точно так же, только это от имени всяких живых существ. «Дорогая доктор Татьяна, почему-то все мои кавалеры, после ночи, проведенной с ними, отказываются без головы». И написано это от имени самки-скорпиона. Не скорпиона, этого самого, богомола. Богомола, да. Ну и дальше объясняется, почему так. Почему, на самом деле, глубокий вопрос, почему самцу богомола эволюционно выгодно, чтобы самка богомола ему отгрызла голову в момент полового акта. Упражнение, да, могу объяснить ответ, он простой. Потому что шансов спариться у него мало, фактически один раз в жизни. Да, там, девочек мало. Ну, в смысле, вот. А если у тебя все равно нет шанса еще распариться, то ты уже ни за чем не нужен. Поэтому ты лучше накорми свою самку, чтобы она стала сильная и здоровая и выносила твоих детей. И тогда твои гены с большей вероятностью пойдут в следующее поколение. Вот. И вот это вот вся книжечка из таких историй. Ну, опять, мы в качестве такой заманухи, значит, моя любимая про каких-то морских червей, которые устроены так. Значит, личинки у них с неопределенным полом. Они могут развиться в любую сторону. А когда они взрослеют, они падают, значит, личинки плавают в толще воды в море. Значит, когда взрослеют, они падают на дно. И в этот момент решается, кем они станут, девочками или мальчиками. Решается это так. Если они падают на дно, они становятся девочками. Если личинка падает на девочку, она становится мальчиком. Дальше она никогда не вырастает, присасывается к этой девочке, становится просто таким отростком, который сперму производит. В общем, личная жизнь такая, как бы сказать, интенсивная, но однообразная. Мораль такая. Всякие, прочитавшие эту книжку, становятся просто центром любой компании, потому что этих баек бесконечное количество, и любую компанию можно забавлять, и забавлять, и забавлять. Это очень хорошая эволюционная стратегия, прочитать эту книжку, выучить почти что наизусть, и, значит, ваши шансы на успешное размножение повышаются просто в разы. Вот. Это вот, значит, библиотечка. Ну, еще есть полезные сайты, играть в эволюцию можно, значит, на разных сайтах. Вот смотреть, там, брать каких-нибудь живых существ или какие-нибудь механизмы, чтобы, там, менять отбор, там, менять режимы, вот, как мутации происходят, и смотреть, как они будут развиваться, значит, да, есть много хороших эволюционных игрушек. И это простановка эволюции. Что есть всякие живые существа чудесные, например, мечехвостые, которые последние 500 миллионов лет внешне совершенно не менялись. Да, вот это отпечаток мечехвоста, а это живой современный мечехвостый, штата Деловер, они там выползают на песок, можно их там собирать, не знаю, кидать обратно в море, в общем, что угодно с ними делать. Вот. И морфологически совершенно, вот, все то же самое, такой полный стазис. Про мечехвостов не знаю, они довольно отдельная группа, их, в общем, не очень есть с кем сравнивать. А такой более простой пример, это слакант или латимерия. Это примерно 300 миллионов, ну, там, от 300 до 150 миллионов лет назад они жили. И это кистеперые рыбы, да, вот их отпечатки, такая ископаемая, 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 а потом бабах в 30-м году ее поймали. Вот, можно с ней поплавать. Вот. То есть оказалось, что они не вымерли, а такие они до сих пор существуют, вот, 150 миллионов лет назад, как раньше думали, а такие до сих пор существуют. А теперь, если мы его можем поймать, мы у него можем взять ДНК, ну, вот здесь, наверное, что-то другое делают, а может быть, ДНК берут. Вот, определить последовательность, посмотреть, вот, как молекулярно это эволюционировало. И вот он, слакант, оказывается, здесь нарисованы вот кто. Значит, это скаты и акулы, хрящевые рыбы, и это обычные рыбы, ну, там, теляпия, даниорерия, ну, какие-то там, этот самый, по форфиши, это, господи, какая фугла. Потом целаканты, потом двоекадыщущие рыбы, ну, а потом поехали лягушки, рептилии, включая птиц, и млекопитающие. Вот он, целакант. Значит, оказывается, вот, что эволюция вовсе не останавливается. Да, я уже говорил, что есть, что основное, что происходит, это нейтральные изменения, которые ни на что не влияют. И они накапливаются по времени более или менее постоянно. Поэтому гены, которые кодируют белки, у целаканта действительно эволюционируют медленнее. Ну, ровно потому, что физиологически ничего не меняется, анатомически, да, вот он как был 150 миллионов лет назад, так и остался. А другие участки, которые не кодируют, и эти участки не кодирующие, они, на самом деле, составляют большую часть генома. Белок кодирующих, белок кодирующих участок, это, там, маленькая доля генома. Но большая часть этого, что-то из этого регуляторные участки, а большая часть, по-видимому, не влияет особенно ни на что, в общем, мусор. Вот, они эволюционируют ровно с такой же скоростью, как у всех остальных, да, то есть эта веточка, она по белкам. По белок кодирующим генам написано, вот здесь целакан действительно на короткой ветке. Если бы рисовать это дерево по некодирующим областям, то он бы нормально торчал здесь, как и все. То есть вот молекулярные часы, они не останавливаются. Анатомические часы остановились, он не меняется, а молекулярные не останавливаются. Это тоже очень красивая история. Из старой уже статьи, это про креветок. Значит, вырос панамский перешейк. И Северная Америка оказалась соединенная с Южной в очередной раз. А, соответственно, Саргасово море оказалось... Да, что здесь, Саргасово море, ну, карибы какие-то. Значит, оказалось отделено от Тихого океана. Значит, здесь жили какие-то, вот до перешейка здесь жили какие-то виды креветок, много разных. Вырос перешейк. И эти виды стали жить независимо, стали... Не виды, а популяции. Да, это был пока что... Это был каждый отдельный один вид. Популяции разделились, перестали обмениваться генетическим материалом, потому что если ты креветка, то ты не побегаешь через перешейк. Панамского канала еще не было. Еще не прокопали. Три миллиона лет назад дело было, некому было копать. И что получается? Значит, у нас вот есть вид креветок, он жил-жил-жил, потом он разделился на две популяции, и стал накапливать независимые изменения, и теперь мы видим два независимых вида на этом месте. Один живет на Карибах, а другой живет в Карибском море, а другой живет в Тихом океане. Теперь, если мы рисуем дерево, то мы видим на этом дереве кучу вот этих парных видов. Да, это дерево креветок эволюционное. Да, вот тут где-то общий предок всех этих креветок. И почти на каждой весточке, вот С это Карибы, а П это Пасифик, это Тихий океан. И почти на каждой весточке мы видим парные виды, которые являются друг другу ближайшими родственниками. То есть глубина этих веточек, вот этих вот всех, это вот как раз есть три миллиона лет. Тут аккуратное дерево построено, тут часы не очень хорошо идут, ветки разной длины, но тем не менее. Куча-куча вот этих парных, кое-где нет. Кое-где вот этот вид, например, он в Карибском море сохранился, а его двойник, который должен был жить в Тихом океане, он помер. Ну или не нашли. Может он там и плавает, просто не поймали. Но таких одиночек очень мало. И это такое классическое, что называется, лопатрическое видообразование, когда был один вид, популяции перестали смешиваться, через некоторое время накопились изменения, и вот через некоторое время они уже не могут скрещиваться, даже если их посадить в одну банку, потому что это уже разные виды. А это симпатрическое видообразование, это вещь гораздо более удивительная. И это происходило несколько раз, совсем недавно, это такой самый любимый пример, это цехлиды. Цехлиды почти наверняка все видели в аквариумах. Их нечеловеческое количество разных. Они в разных местах водятся, в частности, они водятся вот в озере Малави, которому миллион лет. Как мы знаем, что этому озеру миллион лет из геологии. Ну там как всегда, там что-нибудь, не знаю, там вулкан какой-нибудь извергся, там отгородил часть реки, вот образовалось озеро на этом месте. Да, цехлиды, предковый вид цехлид, который жил в реке, он теперь оказался заперт в этом озере и начал там разделяться. Вот в Малави вода прозрачная, они такие все сине-голубые, в смысле, такие фиолетовенькие. А озеро Виктория, оно вообще совсем молодое, это практически историческое время, 12 тысяч лет назад. То есть 12 тысяч лет назад все эти цехлиды были одним видом. Плавали в реке, в соседней реке можно найти этот предковый вид, это в последовательности все видно, и вот они такие чудесно разные, они там наоборот красно-желтые, потому что вода мутная, чтобы видно не было. А дальше это параллельное видообразование. Почему происходит симпатрическое видообразование? Потому что у вас есть вроде бы географически одна территория, но в ней много разных экологических ниш, вы можете на этой территории себя вести по-разному. То есть вы делите пространство не геологически, а по стилю жизни. И вот, значит, это вот Малави, про который я говорил, это Виктория, это еще озеро Танганика, еще одно. И это вот, вот это предковые цихлиды. А это разные, значит, виды, которые в этих озерах плавают, очень похожие внешне. Это вот опять, что внешнее сходство не является прямым доказательством роста, потому что оно возникает независимо. Значит, эти просто плавают и, значит, ловят всяких личинок, едят, которые в воде плавают. Эти соскребатели водорослей. И эти чудесные ребята, у них такие щипчики, значит, они обкусывают чешую у других рыб в качестве еды. Эти грызут улиток. Эти, значит, на рифах выкусывают, значит, в этих самых, ну там не кораллы, по-видимому, в прямом смысле, но вот. Значит, эти вот толстогубые поедатели насекомых, они почему толстогубые? Они подъедают поверхность. Вот насекомые, это насекомые не те, которые плавают, а те, которые падают на поверхность воды. И вы, соответственно, толстыми губами их, значит, радостно заедаете. И они вот так вот, еще раз, вот эти ребята, на самом деле, вот ближайшие родственники в столбцах, а не в строках. А в строках они похожи, потому что у них одинаковый стиль жизни. Они в разных озерах заселили одну и ту же экологическую нишу. Просто пример очень красивый, я его очень люблю. Значит, история вот какая. Это история про то, как в Северную Америку завезли яблони. И случилось, и это в 1647 году просто известно, что вот в этом году привезли первую яблоню в Америку. До этого в Америке яблонь не была. Зато в Америке жила муха-яблонная пестрокрылка, которая в отсутствии... Она еще не знала, что она яблонная пестрокрылка, поэтому она жила на боярышнике. Вот они, две мухи, живут на боярышнике радостно друг с другом. И грызла боярышник. Значит, почему она оказалась яблоневой? Ну, потому что ее открыли на яблонях, потому что смотрели на яблони, потому что она вредитель яблонь. То есть яблоки наши жрет. И ясно, что мы всех описываем сначала. Вот мы сначала описываем вредителей, а потом всех остальных. Это естественно. Значит, если теперь взять... Да, теперь это две разных расы. Вот боярышниковая и яблоневая. И еще есть черничная, значит, раса. Значит, они все живут... Значит, каждая раса, это в принципе один вид, то есть они могут скрещиваться, но это редко случается, потому что они просто не встречаются. Одни предпочитают яблонь, другие... Боярышник, третий чернику. Значит, взрослые мухи, я не знаю, честно говоря, что едят. А боярышник едят личинки. То есть она откладывает на... Ну вот, уже не назрелый, а на эту самую... Как это называется? Незародыш. Зависть. Зависть, во. Спасибо. Значит, зависть откладывает яички, и она потом оказывается в этой ягоде, и, значит, радостно ее ест. За каким хреном их потянуло на яблони? Дело в том, что их обижают наездники. Значит, это... Это, правда, самец, а если бы это был самка, у нее был бы длинный яйцеклад, и она бы этим яйцекладом протыкала боярышник, доставала бы до личинки, откладала бы яйцо в личинку, и дальше были бы все те ужасы, которые бывают про наездников. Личинка наездника жрет эту несчастную личинку мухи заживо. Ну, в общем, не надо читать про наездников, когда у вас депрессия. Это все очень ужасно. Вот. Значит, чем хорошо яблоко? Яблоко большое. В принципе, личинки мухи в яблоках выживают хуже, они к ним не приспособлены. Это очень недавнее событие, что они туда переселились. В отсутствие наездников яблоневая раса не имела бы селективного преимущества никакого, и, в общем, был бы ей кирды. Потому что, еще раз, вот личинки в яблоках выживают хуже. Но зато они там защищены от наездников. Во всяком случае, лучше защищены, потому что яблоко быстро растет, и надо очень быстро поймать вот этот период, пока можно еще дотянуться этим самым яйцекладом. Вот. Значит, поэтому это такая самая-самая ранняя стадия видообразования, когда уже есть разные расы, они еще могут скрещиваться, но уже не встречаются по экологическим причинам. То есть, ясно, что еще там пара миллионов лет, и будут действительно три разных мухи. Ну, или две, как минимум. Вот. Значит, что замечательное, что предком яблоневой расы мух была боярышниковая раса мух, а предком яблоневой расы наездников, которые вот ловят этот самый момент, когда, значит, зависть яблока еще маленькая, еще можно успеть до личинки мухи добраться. Это черничная. Там маленькая гибридизация с боярышниковой была расой, но вот основным предком яблоневой расы была черничная, да. То есть, они, как будто вот эта вот счастливая эволюционная пара, приспособленная друг к другу, паразита и хозяина, она кооптировалась из разных рас, из разных пар предковых. Значит, это хороший пример тем, что это такое начинающееся видообразование, которое мы вот наблюдаем практически в реальном времени, да, там, 200 лет всего прошло. Но, в принципе, обычное видообразование наблюдать тяжело, потому что никакой человеческой жизни не хватит, если только речь не идет про бактерии. С бактериями есть шанс, потому что бактерии делятся очень быстро. И, ну, опять, про что такое вид у бактерий, это вообще отдельно интересный вопрос, я не буду про это говорить, но, во всяком случае, какие-то ранние стадии, опять-таки, появления новых признаков, мы у бактерий можем наблюдать. И это вот такой чудесный эксперимент. Значит, это вот Ричард Ленский со своей счастливой лабораторией, а вот это чашечки Петри, и вот это чашечки Петри. Ну, это, по-видимому, постановочный кадр, но какому-то, какому-то аспиранту, по-видимому, надоели чашечки Петри, потому что эти многие поколения аспирантов занимались вот чем. Они регулярно, они растили колонии этих самых кишечных палочек, и растили, и растили, и растили, они их так регулярно пересевали из одной пробирки в другую, а время от времени, там раз, я не знаю, я уж не помню, раз в тысячу поколений, наверное, может быть, раз в сто, не помню, там где-то написано, неважно, значит, они брали очередную чашку Петри и морозили. Значит, откладывали в холодильник, значит, кишечные палочки, там переставали делиться, но при этом не помирали, то есть, если их обратно из холодильника вынуть, то они обратно живы, с ними можно экспериментировать. И это продолжалось, 61 тысяча поколений там была, то есть, это много лет, эта история, там это вот много поколений аспирантов, на самом деле, значит, на этом. Расстраивалась? Вот. Ну нет, они публиковали какие-то работы, с чем это замечательно? Тем, что у нас не просто происходит эволюция, у нас еще зафиксирована промежуточная стадия этой эволюции, поэтому мы всегда можем откатить назад и посмотреть, вот как там все это развивалось. Ну вот это всякие эволюционные деревья, которые они рисовали, вот у них тут появился, когда я говорю про появление новых признаков, у них появился штамм, который может использовать цитрат в качестве еды. Цитрат это лимонная кислота, по всей видимости, это какой-то, значит, из метаболитов, который для обычных кишечных палочек является отходом, они его дальше употреблять не могут, они его выпускают в среду, в принципе, там еще осталось что-то, да, и это еще можно дальше химическую энергию из него добывать. Внезапно появился штамм, который может цитрат использовать в качестве пищи. И теперь у нас в этой пробирке образовалось две разных экологических ниши, потому что у нас есть старые кишечные палочки, которые питаются глюкозой, которой мы их кормим, там соревнуются друг с другом за эту глюкозу. И внезапно выпилилась новая экологическая ниша, штамм кишечных палочек, который питается цитратом. И он с глюкозными кишечными палочками не конкурирует, потому что он ест то, что для них едой не является, они наоборот продуцируют это. Вот он здесь появился. Дальше можно делать все, что угодно. Вот он появился. Можно смотреть, тут какие-то разные ветки, которые появлялись, но не дожили. Вот еще один цитратный появился, новый. В общем, эту историю, ну тут много разных филогенетических деревьев из разных статей. Тут пафос этой истории, не в конкретных деталях, что появилось, а что нет, а в том, что мы это действительно можем в реальном времени теперь исследовать. причем можно взять, например, современный штамм, откатить назад на несколько десятков поколений, посмотреть, он действительно стал более приспособленным. Или это случайный дрейф. Мы видим, что он другой, там можно геномы все посмотреть, там посмотреть, вот какие мутации, скажем, в случае с этим цитратным, там просто известны конкретные мутации, которые случились, которые позволили ему это делать. И это чудесная история. У них, они там вели эти линии, и у них этот цитратный штамм в какой-то момент вымер. Ну и дальше интересный вопрос. Вот то, что он появился, а потом вымер. Это закономерность, может быть, он действительно был не очень хорошо приспособленным, и какое-то время вот он появился, там за счет каких-то случайных флуктуаций немножко размножился, а потом не выдержал там соревнования, или там условия все-таки оказались нехороши, и помер. Значит, как это проверять? А легко. У нас же есть все предыдущие стадии. Мы можем взять предкова, вот этого, цитратный штамм, там, за несколько поколений до вымирания, и сделать прямые эксперименты. Мы можем брать разные штаммы, другие, саживать их в одну пробирку и смотреть, кто победит. И оказалось, что нет, цитратный штамм вымирать не должен, он не менее приспособленный, то есть он нормально, если его ссаживать с другими штаммами, он ими не вытесняется. А дальше они внимательно почитали, да, вот статья замечательно называется, Replaying Evolution. Значит, дальше они почитали свои лабораторные книжки, и там оказалось, что это вымирание совпало не то с какой-то жарой локальной, не то у них электричеством перебои были, в общем, вот такие были какие-то явные изменения в условиях, и вот этого он не пережил, там просто замор случился. Вот, так бывает, да, когда вид, когда условия более или менее стабильные, вы выкусываете себе новую экологическую нишу, вы к ней замечательно приспособлены, но это достигается ценой уменьшения устойчивости к изменениям в среде. Это такая довольно стандартная история. Ну, а дальше, значит, это как бы такая высокая наука, а дальше все то же самое относится к устойчивости к антибиотику. Потому что ну вот жили какие-то патогены у человека, потом флейминг открыл пенициллин, появился новый фактор отбора, мы начали своих патогенов травить антибиотиками, и оказывается, что очень быстро появляется лекарственная устойчивость, то есть антибиотики перестают на бактерии действовать. Появляются штаммы, появляются варианты этих бактерий, на которых антибиотики не действуют. Сейчас я посмотрю, что у меня там дальше. А, ну это сейчас страшилка сначала. Давайте я это потом расскажу, я не забуду. Вот. А это страшилка, это как раз тоже Контрашов, только наоборот Федор Алексеевич, Федя Контрашов, сын Алексея Семеновича. Это у него краденый слайд. Значит, это появление антибиотиков по годам, а это появление устойчивости к этим антибиотикам. И вот оно, значит, пеницерин, кто там, тетрациклин, по-видимому, я не вижу, эритромицин, в общем, как-то все очень... Тут еще немножко съехали картинки, но неважно, там, основной пафос этого, что это страшилка. что... А, это резистентность сразу много к чему. Это, ну вот это, это метицелин устойчивый стафилококк. Вообще, стафилококк на самом деле, он такой даже не очень патоген, он, большинство людей просто на коже живет нормально. Но, там, если, как бы, нарушена целостность кожных покровов или иммунитет еще немножко ослабленный, то там бывают всякие ужасные напряженные воспаления, в общем, все очень хреново. там, септис какой-нибудь. И вот этот самый метицелин устойчивый стафилококк, вот его практически не было в 80-м году. И сейчас, ну это качается 10 лет назад, ну в общем, где-то, как минимум 60%. Ну и все, метицелин не помогает. Ну, соответственно, венкомицин устойчивые энтерококки, растут псевдомонады устойчивые, фиалонс, эрогеноза устойчивая к фторокиналоном. И, в общем, какой антибиотик не возьми, очень быстро появляются штаммы, которые к нему устойчивы, очень быстро набирают скорость. Это страшилка, опять-таки, про Россию, но, впрочем, про Белоруссию, по-видимому, тоже. это мультирезистентный туберкулез. Значит, это частота мультирезистентного туберкулеза в разных странах. И, ну вот она вот здесь замечательная, значит, Россия, Казахстан, ну и всякие другие страны. Сейчас объясню, откуда он берется. Это тоже страшилка, это Самарская область. Значит, для половины случаев туберкулеза неэффективны основные применяемые антибиотики, и рифампицин, и изонеазид. А для 16% неэффективны вообще ничего. То есть, здравствуй, доктор Чехов, лекарства от туберкулеза, это горный воздух, кумыс, и все. Отдельные у этого последствия такие, что, поскольку устойчивость возникает очень быстро, фармацевтическим компаниям невыгодно разрабатывать новые антибиотики, потому что затрата на разработку колоссальная, а работает он очень недолго. Поэтому с середины, с конца 80-х годов нету ни одного нового класса антибиотиков, а это не новые классы, а новые варианты антибиотиков в старых классах, которые вводятся в лечебную практику. И теперь, почему эта страшилка имеет отношение к эволюции. Был чудесный опыт. Сейчас у меня есть наглядные пособия. Вот есть обычный дикий штамм кишечной палочки. Самая жесткая война, как всегда, идет между самыми близкими видами или штаммами, или существами, потому что они соревнуются за ресурс. Естественно, отбор способствует тому, что зайцы быстро бегают не за тем, чтобы убежать от волка, а за тем, чтобы убежать быстрее другого зайца. И это тоже там у Дарвина все это замечательно написано. Соответственно, продуценты антибиотиков, да, значит, полезно понимать, что антибиотики были всегда. Флемминг не изобрел пенициллин, а открыл пенициллин. Там есть тонкая разница. Потому что там в почве или в иле и вообще везде, где живет много разных одноклеточных существ, сейчас, ну мне, а, видно слайды, хорошо, нормально. Потом тогда выключим, если надо будет. Значит, они все время друг друг травили. Значит, там идет жесткая химическая война. Там вот в почве выли, вот везде, где бактерий много. Там одни виды научались делать новые антибиотики или там новые варианты антибиотиков, а другие виды учились от них защищаться. Ну и вот, в частности, значит, есть штамм кишечной палочки, который является продуцентом калицина. Калицина – это как раз антибиотик, которым кишечные палочки обижают друг друга. Значит, если их посадить в одну пробирку, сейчас вот эта штука наверное не нужна, вот так я сделаю. Значит, если их посадить в одну пробирку, то продуцент калицина будет продуцировать калицин и быстро-быстро отравит дикого типа, который калицину чувствителен. Значит, этого больше нет. Я говорил, что если есть нападающие, то есть средства нападения, то есть средства защиты у тех, кто выжил. У тех, кого не было средств защиты, мы их просто не наблюдаем, они померли. Соответственно, есть штаммы устойчивые к калицину. Значит, если мы их посадим в одну пробирку, то произойдет следующее. Дело в том, что производство антибиотика вещь вообще говоря небезобидная. Вы тратите ресурс, вы себя немножко подтравливаете в процессе. И если посадить в одну пробирку продуцента калицина и устойчивого к калицину, то устойчивый будет жить чуть-чуть лучше. Это не быстрый процесс, но постепенно устойчивый продуцента вытеснит. Потому что производство калицина вещь небезобидная. Это значит вот в этой ситуации продуцент будет проигрывать. Поэтому этого не будет. Но устойчивость к калицина тоже вещь небезобидная. Потому что для того, чтобы стать устойчивым, обычно там один из механизмов устойчивости вы, например, портите мишень этого калицина. или портите транспортер, через который калицин попадает в клетку. То есть устойчивость тоже требует какого-то ресурса. Она тоже не идеальна. Поэтому если калицина нет, то дикий тип ничего не тратит. А устойчивый тратит ресурс, живет немножко хуже. Опять-таки через много поколений дикий тип вытеснит устойчивого. Теперь если кто-то внимательно следил за руками, то это циклическая ситуация. Это камень, ножницы, бумага. Теперь упражнение. Что будет, если их всех посадить втроем в одну банку? Я все рассказал. Это можно напряжением мысли вычислить. Нет. Все умрут это естественное предположение. Оно правильное, но в каком-то таком экзенциальном смысле. А в данном случае нет, потому что смотрите, предположим, что остался последний. Вот не все умерли, остался самый последний. И у него чудеса, у него куча еды, нет конкурентов. Он размножился, и вот он царь вселенной. Поэтому такого, чтобы все умерли, значит, в историческом масштабе такого не будет, только в астрономическом. Так, еще гипотезы? У меня есть предположение, что устойчивый в итоге. Почему? Потому что чувствительного он отравится быстрее всех, остается устойчив к гипотезе. Да, это можно проходить, совершенно верно, да. Там ключевое слово, я очень аккуратно, значит, я так это описывал, вы это заметили, очень здорово. Там разница, да, честная вещь, это временная шкала. Что отравление это быстрый процесс, а вытеснение медленный. Поэтому вот этому парню быстро наступит кирдек, а это мы уже проходили, теперь этому наступит кирдек и останется устойчивый. Значит, это теория. Теперь опыты, ну то есть это опыты, которые тоже делали. А, вот она. Значит, первый опыт такой. Значит, берем чашку Петри, случайные места этой чашки Петри в гексагональной решетке наносим, значит, штаммы, соответственно, один из трех штаммов. Это те же самые цвета, только вместо такого этого серого тут будет зеленый. Да, я специально их подбирал, чтобы цвета совпадали. А, значит, ну, эти колонии растут, сначала независимо, потом они начинают встречаться, и каждая граница парная. Ну, кроме углов, на углы, так сказать, редкая ситуация, значит, каждая граница парная. На каждой границе встречаются два штамма. Да, это вот колонии, которые растут, а это границы нарисованные. Да, розовые, это границы между устойчивым и продуцентом, а желтые, это границы между устойчивым и, а между, виноват, между продуцентом и чувствительным. Ну, а дальше их можно покрасить, они на самом деле, эти бактерии, эти три штамма, они еще окрашены так, чтобы их было видно, чтобы за ними можно было следить. И это, эти же границы, вот это на третий день, когда они встретились, это на пятый день, это на седьмой. Значит, это больше всего похоже на атлас по истории там, средних веков и нового времени, вот если кто-то помнит из школы, да, там границы европейских государств, они так туда-сюда путешествуют, там, Польша, она там то на западе, то на востоке. Значит, все эти границы ползут в правильном направлении, вот это, например, граница между устойчивым и продуцентом, вот она была здесь, потом она сползла вот сюда, теперь она сползла вообще вот сюда, и вот они так по этой чашке Петри ползают, это опыт номер раз, 2002 года. Опыт 2004 года, он еще более замечательный, это та же самая группа Моники Райли, они сделали вот, что они взяли 12 клеток, в каждую клетку посадили трех мышек, значит, и каждую мышку инокулировали каждую своим штаммом. То есть, вот у нас вначале, значит, это клетки, такие, в каждой клетке три мышки, каждый столбец маленький, это вот индивидуальная мышка, а это недели. И это, соответственно, тот штамм, который в этой мышке живет. Значит, это на первый день, значит, у нас есть мышка с продуцентом, мышка с чувствительным, и мышка с устойчивым. Ну, а дальше можно следить, что с этими мышками происходит. Ну, какое-нибудь красивое, как вот здесь, да, красивая история, был чувствительный, его вытеснил продуцент, продуцент вытеснил устойчивый. Здесь был продуцент, его вытеснил устойчивый, его вытеснил дикий тип. Ну, там долго, значит, совсем долго это по циклу не ходит, было бы совсем красиво, но это, в сути, ту гуд ту бетру все-таки, чтобы так циклически все это бродило. А там условия антисанитарные, понятно, когда три мышки в одной клетке, они друг друга свободно заражают. Значит, если кому-то нужна мораль, она в нижней строчке. Значит, остается кто-то один, либо дикий тип, либо устойчивый. Продуцент не остается никогда. Значит, поэтому быть мерзавцем, это эволюционно плохая стратегия на больших временах. Значит, рано или поздно вас вытеснят. По-моему, очень оптимистично. Что значит прочее? Не знаю, мышки сдохли. Не знаю, надо посмотреть. Возможно, она сдохла последней просто. Вот. 12 дней, ну, надо посмотреть, статьи не помню, не так существенно. Вот. Нет, не может быть, чтобы сдохли. Наверное, видимо, это означает, что просто не удалось кишечную палочку выделить, потому что вот здесь эта мышка явно ожила. И вот здесь тоже. Видимо, кишечные палочки просто не выделялись. Так, что сейчас дальше-то походили? Ой. Так, тем временем, моя мышка сдохла. Это история вот про что. Значит, сделается фатоксим. Это сфалоспорин третьего поколения, полусинтетический антибиотик, то есть это берется вот исходный антибиотик, немножко модифицируется в какие-то химические группы, и таким способом он убегает от резистентности. В данном случае резистентность это фермент, который просто расщепляет эту молекулу. Соответственно, у вас поменялся антибиотик, фермент перестал его расщеплять. Очень быстро обнаружился устойчивый штамм, и оказалось, что у него есть этот самый фермент, который отличается от исходного в пяти позициях. То есть там случилось пять мутаций. Ну, понятно, что пять мутаций не могут произойти одновременно. Они проходили в каком-то порядке. Дальше есть вот этот универсальный эволюционный принцип, про который я уже упоминал. Чтобы у вас случилось какие-то, вот что у вас есть предковое состояние, исходное и современное состояние, если вы не можете, если вам нужно несколько шагов, чтобы пройти от предка к современному состоянию, каждый шаг должен быть адаптивный, и каждое следующее изменение должно быть лучше, чем сумма предыдущих. И это проверяли впрямую. Это очень хорошая модельная ситуация, потому что тут понятен признак. Значит, это признак, это просто способность фермента разрушать, эффективно разрушать вот этот вот новый антибиотик. Это можно смотреть в пробирке, вам даже бактерии для этого не нужны. Вы просто синтезируете эти белки вот с этим набором мутаций и смотрите, насколько одни из них работают лучше, чем другие. Вот это исходно. Они синтезируют просто все 32 белка. Но более точно так, два у них уже было, исходные и конечные уже были, их можно было наблюдать, да, они в реальной популяции были. а они синтезируют все возможные промежуточные состояния. Да, у вас есть пять позиций, в каждой может быть либо старый вариант, либо новый, два в пятый, 32. Понятно, да, не надо это место объяснить. Вот, и оказалось две вещи. Значит, во-первых, оказалось, что таки да, есть путь, вот есть набор мутаций, порядок, в котором эти мутации появлялись, такой, что каждое следующее существенно более, существенно улучшает приспособленность по сравнению с предыдущей. Опять, это просто хорошая модельная ситуация, потому что приспособленность меряется, это вообще биохимия, это даже не микробиология. Совсем простая вещь. Очень, ну, очень легко измеряемая. Во-вторых, оказалось, что этот путь в общем практически один. Что эволюция ходит очень узкими дорожками. Вот, для того, чтобы случились вот эти вот пять адаптивных мутаций, они должны были случиться в строго определенном порядке. если бы они происходили в другом порядке, то были бы варианты, которые были бы хуже предыдущих, ибо их бы отбор не не поддержал. Вот. И вот это чудесный опыт, сейчас я, это совсем новая статья, прошлогодняя. Она совершенно чудесно замечательная, можно просто в ютубе найти, но, чтобы не переключать, я, жизненный опыт показывает, что попытка вставить, значит, ролик в презентацию всегда кончается дизастером, поэтому я даже не пытаюсь. Вот, я, значит, эта история вот какая. берем кишечных палочек и делаем вот такую плашку здоровую, это как чашка Петри, только большая, 60 на сантиметров, на 120. Она состоит из полосок. Полоски устроены так, в крайних полосках антибиотика нет вообще, в следующих полосках антибиотик есть, но в минимальной дозе. Так что просто, если дикую бактерию туда нанести, она сдохнет, но это вот чуть-чуть выше смертельной дозы для бактерий, вот совсем чуть-чуть. В следующих полосках антибиотиков в 10 раз больше, в 100 раз больше и в 1000 раз больше. Вот делаем такую штуку, а дальше сажаем кишечных палочек по краям, а сверху делаем камеру. И вот эта камера снимает, а это часы. Значит, опять-таки на ютубе есть просто кино в реальном времени. Ну, не в реальном времени, это таймлапс, забеденная съемка. Или, наоборот, ускоренная, по-видимому, ускоренная. Кто говорил, что искусство... Значит, искусство, главная наука, это не красивые картинки делать, а красивые мультики делать. Значит, смотрите, что получается. Вот через, сколько, 44 часа, значит, примерно через двое суток они заполнили крайнюю полоску и остановились, потому что дальше антибиотик, они не могут туда, значит, делиться и туда плыть. Вот появились мутанты, вот они видно, где появились, вот здесь вот, которые смогли выносить вот эту минимально смертельную концентрацию антибиотика, проникли в следующую полоску, а там никого нет, там можно свободно размножаться, потому что там конкурентов нету. Они ее заполнили. Появились следующие мутанты. Из этих отобрались следующие, которые в состоянии выносить концентрацию уже в 10 раз больше. заполнилась следующая полоска. Ну, дальше понятно, что происходит все то же самое потихонечку, да? Вот ранняя стадия, вот она здесь, ранняя стадия появления следующих мутантов, они только-только впрыгнули в следующую, два независимо причем возникли, впрыгнули в следующую полоску, начали здесь размножаться. Значит, заполнили эту, и ба-бах, через сколько, через 12 суток у нас появился мутант, который выносит дозу антибиотиков в тысячу раз больше смертельной. Ну, дальше можно делать всякие чудесные вещи, например, можно, мы же можем просто эти колонии отсюда взять, в связи с представителей, например, определить, вот дерево нарисовать, кто от кого происходит, там, ну, определить последовательности, геномные просто, целиком секвенировать, посмотреть, кто от кого происходит, там, нарисовать, просто всю историю этого дела воспроизвести. Они на самом деле, вот, которые досюда доползли, до тысячекратной дозы, они очень дохлые. Если взять ребят из центральной вот этой зоны, тысячекратной, и положить обратно в чистую чашку Петри без антибиотика с исходными, ну, мы знаем, что бывает, они там не выживут, потому что эта устойчивость дается ценой порчи очень большого количества механизмов, которые в клетке есть. Но в присутствии антибиотика, вот они так чудесно выживают, да, дикие там жить не могут. Ну, теперь, ну, зачем я всю эту байку-то рассказывал с куколками, с этими, с игрушечками? А теперь мы заменим вот это вот на семью, которая болеет ангиной по очереди. Вот у меня заболело горло, я выпил антибиотик, горло прошло, ну, зачем я буду травиться, хватит, уже все прошло. Что в этот момент случилось? В этот момент та популяция бактерий, которая у меня жила, там, кто там, стриптококк у меня жил, да, от которого горло болело. Ну, в каждой популяции есть некоторый диапазон каждого признака. Есть более устойчивый, менее устойчивый. Значит, у меня перестало болеть горло. Это означает, что я большинство стриптококков убил, а именно тех, которые были чувствительные, а те, которые были чуть-чуть устойчивые, они выжили. Антибиотики я принимать перестал, чувствительные убились, и у меня вот эта шкала, те обратно размножились, у меня эта шкала немножечко, вот интервал чувствительности у меня немножечко сдвинулся. Ну и кроме того, я чихнул на свою тещу, заразил ее ангиной, не дай бог. Ей пришлось попринимать антибиотик немножко подольше, потому что одного дня не хватило. Она принимала два дня, горло перестало болеть, она бросила. Что случилось? А это ребята переползли в следующую полоску. И вот вся эта чудесная история, когда мы начинаем принимать антибиотики и бросаем, это, собственно, есть тот эволюционный механизм, который способствует появлению устойчивых штаммов, способствует всем этим ужасам, которые я несколькими слайдами до этого рассказывал. И что еще можно ужасное делать? Мылостреклоза. Это Егор Абазыкин слайд, тоже из его лекции. Вот сейчас его перестали рекламировать, а, значит, если кто помнит, вот реклама мылостреклоза нам совершенно, значит, шла просто по всему. Вот это полный бред. Да, вы подмешиваете антибиотик в малых дозах. Это просто вот такой реактор для создания устойчивости. Еще любят очень скот подкормить антибиотиками, чтобы он не болел. А сейчас делать нельзя. Значит, в Европе треклозан запретили. В прошлом году в США этот запрет входит в действие через несколько месяцев. Значит, все, там, законодательно запрещено подмешивать антибиотики в косметику, да, бытовую химию. Ребята, чтобы это сообразить, понадобилось несколько десятков лет. Вот эти люди не учили в школе эволюционную биологию. Можно было бы быть умнее, намного раньше. Скот запретили кормить в Европе очень давно. В США запретили вот только-только. А до этого было замечательно, что 80% производства антибиотиков на самом деле использовались не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы подкармливать коров или птицу. И при этом больше половины из них это были антибиотики, которые в человеческой медицине тоже использовались. Сейчас вот пафос, да, вы чувствуете, да, у меня там тон голоса изменился, вот. Ну, в общем, вот. У нас точно в ворсформе, это тоже успешно. Ну, вот найдите человека, который это делает, и набейте ему морду. Лучше компании. Ну, в смысле, морду бить. Вот, значит, вот, вот, еще раз, вот люди, которые, ну, в Китае это делали, это много где делают. Вот люди, которые это делают, они на самом деле совершают преступление против, ну, грубо говоря, человечества. Понятно, откуда туберкулез, скажем, в тюрьмах. Ну, наоборот, значит, понятно, откуда берется туберкулез в России. Российские режимы лечения от туберкулеза, они продолжительные? Да, человек начал принимать там тот же самый заниазид, ну, это социально тяжелый контингент, там он отсидел свои полгода, вышел. Ну, фиг он будет продолжать принимать этот заниазид, да, его еще где-то найти надо. С собой ему никто не дает, а если найдет, то он его там куда-нибудь денет. Это вот такой вот недолеченный случай. Ровно та же самая история, я ее только что рассказал, да, то есть вот. Ну, а потом он греется где-нибудь в метро около вентилятора, и это просто живая бомба. Бахериологическая. Вот. Ну, дальше, на самом деле, быстрая история, что иммунная система описывается ровно такими же эволюционными моделями, что для лимфоцитов приспособленность это то, насколько они хорошо узнают антиген, потому что если они хорошо узнают антиген, они начинают интенсивно делиться. Чем лучше он его узнает, тем интенсивнее он делится, и очень быстро отбираются, вот когда появляется новый антиген, очень быстро отбираются клоны, которые его хорошо узнают. Да, вот. Вся иммунная система очень хорошо описывается такими каноническими совершенно эволюционными построениями. Рак. Это чудесная цитата из обзора канцер... Рак как эволюционный экологический процесс. С точки зрения раковых клеток, они являются организмами, а весь остальной человек для них является внешней средой. И они соревнуются друг с другом за наилучшее использование этой внешней среды, да, чтобы уметь быстро делиться, чтобы уметь расселяться. Да, вот раковые клетки расселиться хорошо, а, значит, человеку это метастаз, это хреново. И это очень поучительная картинка. Вот эта картинка про эволюцию, такая, ну, модельная, такая, объясняющая картинка 65-го года, а вот эта картинка про клональную эволюцию рака 2006-го. То есть три отличия. Ну вот ладно, про эволюцию человека я уже все-таки все пропущу. Ну, мораль, что докторов надо учить эволюции, на самом деле всех надо учить эволюции. Ну, не эволюции, а эволюционной биологии. И это редакционная статья в Science, почему какая-то, по-моему, сравнительно недавняя, недавняя, сейчас, это какой, 14-й год. Ну, собственно, и все. Фонд Эволюция, он российский, вот устраивают всякие лекции, книжки издает, если вы на книжке увидите такой логотип, то, значит, я как бы ручаю своей репутации, что эта книжка будет хорошая, потому что мы плохих книжек не издаем. Вот. Вот. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ